Привет телезрители! Сегодня мы прошиваем автомобиль Ford Transit на базе блока управления Visteon DCU-102. Моя задача сегодня отключить EGR в этом автомобиле и заодно показать вам как это вообще делается. Казалось бы, я сейчас должен вам показать как считать прошивку, потом что-то я с ней там буду делать, как-то ее подбирать, потом записывать, но порядок видео сегодня будет другой. Во-первых, прошивку ребята уже считали без меня, там это делается абсолютно элементарно, выбирается блок, нажимается кнопка read, прочитать и все. Сохраняете сток, вот он у нас есть. Считались идентификаторы сразу же автоматически и я скачал с облака папку Ford Transit Visteon. Вот. А порядок видео будет такой, сейчас я вам покажу как физически перепрошивался автомобиль, далее покажу как он диагностировался после этого и уже после этого покажу как подбиралась прошивка. Смотрим. Адрес копирай. Сейчас подожди, выберусь прям. Не, не надо выбирай, ты адрес сейчас выбираешь. Сейчас Ctrl C нажимай. Теперь сейчас переходи. Окей. Врайтинг. Теперь кнопка V. Открыть. Вот теперь выбирай этот тюн игреров. Так. Окей. Партик. Как там? Партия Albright это у нас запись части, то есть видимо калибровок. Total Albright это запись Full, а Full у нас нет. Потому что мы его читали QEOS, а QEOS Full не читает. Вот. Вот. Соответственно нажимаем Partial Albright. Так. Включаем. Нажигание. Ты включил? Угу. Так. Показал идентификаторы. Окей. Окей. Что там было? А, да-да-да. Предупреждение, чтобы выбрали правильную прошивку. Так. Окей. Включаем зажигание. Так. Ну все. Кесо у нас там заморгал. Разными цветами. Пошла запись. Паузу поставлю что ли. Так. Ну все. Запись прошивки закончена. Нажимаем ОК. А. Заключаем зажигание. Нажимаем ОК. Все. Запись завершена. ОК. Ну и переходим к диагностике автомобиля. Да? Так. Давай. Диагностика. А. Я понял, что там форсунка что? Сбрось тогда что ли? Угу. Ну да. Что у нас? Без молотка бы ничего не читали. Закиваются. О. Все. Ошибок нет. Нормально. Давай заведем. Попробуем. Угу. Угу. Да. А зарядки не надо брать? Не надо. Ладно. Давай. Че там? У него вылезет контрольная сумма. Где? Так у него не делается программирование форсунки. Почему? Откуда же. Ну то есть а тут раньше был EGR да? Да. Ну сейчас EGR была. До этого ошибки сейчас нету. Ну все короче. Так. Получается EGR убрали. Остались другие неисправности. Но это мы уже на видео не будем показывать. Это уже как-то совсем другая тема. Так что на этом все. Как же выбрать правильно прошивку для записи в блок управления? Для этого у меня скачано из складочки вот этот архив. Значит его распаковываем. Появляется папка. Заходим. Тут еще одна папка. Тут еще один архив. Распаковываем. Ну не тут то было, как всегда. Я специально это сделал, чтобы вам показать. Дело в том, что архив имеет очень длинное название. Поэтому распаковаться не может. Во-первых. Во-вторых у нас еще и путь длинный. То есть что я сейчас сделаю? Я его перенесу на диск C. Сокращу название буквально до вот такого. И распакую. Вот видите, он уже распаковался нормально, без ошибок. Заходим. Ну правильно. Тут еще то же самое длинное название. Все это приводит. А тут еще один архив. А. Ну он уже распакован. Ну все-таки. Так. Сейчас посмотрим. Какой-то пароль. Вот. Так. 7zip. Распакуем. Вводим пароль. Ок. Да. Для всех. Хорошо. Наконец-то мы добрались до наших прошивок. И сейчас посмотрим, значит, как я их подбирал. Значит, у нас есть сток. У нас есть индикаторы. По стоку просто берем размеры. Сравниваем. Сток у нас весит, запомним, 896 килобайт. Открываем идентификаторы. Тут открываем папочку. Свернем немножко, чтобы идентификаторы у нас отображались на видном месте. Вот так вот сделаем. Так. Ну и далее по названию папки. Так. Что у нас там? Ford Transit. DCU-102. Это номер. Модель блок управления. 6C, 8C, AC. Так. Что есть у нас тут такого знакомого? AC11. А, 6C11. Вижу вот здесь. Дальше. 12A650. Дальше. AN. Правильно? Правильно. Значит, наверное, вот это. Дальше идёт у нас 6C11. Снова. И тире 12К532. Вот он. Дальше. И дефис. ХК. А есть у нас такое? Нету. Дальше. Ну да ладно. Что? Будем, значит, заливать вот эту прошивку. Так. Теперь размер. 896. Сток у нас какой был? 896. То есть, в принципе, всё правильно. Так. Дальше. 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 Поехали. Где у нас там? Это я закрою сразу. Так. Здесь мы находим прошивку EGR-ов. Либо Tune EGR-ов. Ну а раз уж чиповать, то что бы и Tune не накатить. Правильно? Вот этот. Тюн. Кусок индификатора у нас не совпадает. Но я так скажу. В принципе, это же у нас калибровки. То есть, здесь как бы сильно накосячить то и невозможно. Но если что, накатим обратно сток. Пока машинку отпустим, а прошивку закажем у калибровщика. Вот. Ну это я так думал. Вы же уже поняли, что всё получилось. Из видео. Поэтому. Сейчас я их сверю. В этим. В. Хекс редакторе. Значит копирую адрес. Tune. Открываем. Хексе. EGR-ов. Это в принципе не обязательно делать было. Потому что в названии папок и так подписано. Но знаете. Бывает такая подстава. Особенно у аддакта. Когда. Название. Папки одно. Название файла одно. А по факту внутри. Вообще совершенно другое. Просто совершенно другое. Вот. Поэтому надо проверять. Просто. Просто базово. Сейчас. По идентам пробежимся. И всё. Так. И открываем сток. Ctrl C. Открываем сток. Так. И смотрим на идентификаторы. Что у нас там. То есть. Что тут можно посравнивать. Давайте вот этот идентификатор поищем. В стоке. Ctrl F. Ctrl V. Так. О. Вот он. Видите. По адресу. 23FF0. Переходим в тюн. Делаем Ctrl G. Переход на адрес. Так. Стоп. Я забыл уже. Пока я это делал. 23FF0. 23FF0. Так. Подвыделим немножко. И кверху. Теперь здесь. Немножко выделим. И кверху. Смотрим. Да. Абсолютно то же самое. Абсолютно. Ну просто. Один в один. Так. Что еще поищем. А. Это мы уже нашли полностью. HV. Hardware. Software. Да. Вот полностью строку выделим сейчас. И поищем. Кстати. ХК он наверное не найдет. Вот так сделаем. Так. Ctrl F. Искать. Здесь то же самое. Ага. Одна. Одна. Буквочка. У нас. Отличается. Но все остальное. Это то же самое. То есть. В принципе. Я думаю. Что это просто версия калибровок. Так что. Наверное. На этом. И все. То есть. Прямо. Сильных отличий тут нет. Вообще. Жестких. Но. Для примера. Можно взять. Совершенно. Другую. Прошивку. Например. Ну. Вообще. Вот. Совсем. Другую. Там. Вот. Это. Откроем. Какой. Тоже. EGR. EGR. И. Перейдем. По адресу. Например. C. 0000. С. 0000. С. G. C. 0000. Ок. Так. Верху. Промотаем. И. Тут. Промотаем. Видите. Тут. Ну. Просто. Вот. Совершенно. Все. Другое. Вот. Эти. Вот. Поля. Не. Поля. Даже. Ну. Все. Значения. Они. Вообще. Абсолютно. Другие. В принципе. Другие. Вот. То есть. Нашей. Прошивкой. Такого. Не было. Поэтому. Смело. Можно. Заливать. В принципе. Наверное. На сегодня. Все. Подписывайтесь. На канал. Ставьте. Лайки. Пишите. Комментарии. Пишите. Что бы. Вы. Хотели. Увидеть. В следующих. Роликах. Если. Под. Данному. Ролику. Что-то. Непонятно. Пишите. Тоже. Я. Эти. Вопросы. Буду. Коллекционировать. Потом. В следующих. Роликах. Буду. Делать. Видео ответ. Все. Пока. Архилл. Алексей smiles. В�ше exams. Ростисклик. Последний... Субтитры создавал DimaTorzok